Будущий дорожный строитель, а ныне учащийся третьего курса политехнического колледжа Владислав Пикалович, трудится на, можно сказать, стратегическом объекте. Строотряду доверили работы на стадионе школы номер 41, которая сейчас возводится в микрорайоне Ольшанка. Она станет самой большой в области, ну а ее стадион наверняка будет центром притяжения для детей и молодежи из близлежащих домов. А значит, выполнять работу нужно качественно и на совесть. Да и для своей будущей профессии, считает молодой человек, это работа и опыт и подспорье. Тропинки кладем из плиток и получается привозит погрузчик в плитку с поддонами, поддон с плиткой и ее выгружаем, выставляем и рабочие высшего класса, разряда, получается выкладывают ее в определенном порядке. Строотрядовское движение уже далеко не первый год собирает студентов, которые хотят проводить свое лето с пользой, а формат движения давно вышел за пределы только строительных отрядов. Студенты и совершеннолетние учащиеся средних специальных и профессиональных учебных заведений трудятся в составе сельскохозяйственных, педагогических, медицинских отрядов. Возможность совмещать работу в стройотряде с прохождением производственной практики – это способ набраться и опыта, и заработать. Мы равняем щебень на стадионе. Здесь будет футбольное поле. Работаем мы около месяца. У меня в колледже началась рабочая практика. Мне предложили провести ее в стройотряде. Я поехал на базу МСР, меня распределили под школу. Всего в Гродно уже сейчас работает 10 отрядов. Это около сотни человек. Два из них уже завершили работу. Одна из бригад помогала дорожным рабочим и облагораживала дорогу вдоль трассы М6. И, кстати, ребята, работающие в том отряде, получили порядка 800 рублей. Ну а если учесть, что эта сумма для тех, кто работает в составе студенческого отряда, не облагается подоходным налогом, то плюсов в том, чтобы выбирать работу именно в студотряде, еще больше. Работа в студенческом отряде дает возможность в первую очередь получить необходимый опыт по рабочей специальности. Плюс ребята у нас проходят медкомиссии бесплатно. И, конечно, самое приятное, что при расчете ребята получают полную заработную плату без вычисления подоходного налога. Плюс после того, как ребята поработают, у них есть возможность хорошенько отдохнуть, так как Белорусский республиканский союз молодежи проводит для них спортивные конкурсы, интеллектуальные, а также экскурсии. Самая активная пора третьего трудового семестра настанет летом, ближе к июлю. Тогда ребята отправятся в лагеря работать с воспитателями и вожатыми в составе педагогических отрядов, в том числе и на берегу моря в Анапе. Трудоустройство именно в студенческий отряд – это ряд плюсов, льгот и, конечно, возможность обзавестись новыми друзьями и хорошими впечатлениями. Лена Молчанова, Иоланта Будзила, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова